В Хабаровском крае разработают комплексную программу модернизации и развития общественного транспорта. Об этом во время отчёта перед депутатами Законодательной Думы заявил Михаил Дегтярёв. Продолжит тему Антон Петрович. Автобусов не хватает, расписание неудобное, график движения нарушается. По словам Михаила Дегтярёва, с такими жалобами к нему обращаются жители края во время его поездок по муниципальным районам и небольшим населённым пунктам. Сейчас в крае действует единая маршрутная сеть. Как было сказано во время отчёта перед депутатами, она не пересматривалась более 20 лет. Поэтому впервые за многие годы Министерство транспорта и дорожного хозяйства заказало у авторитетного научного института разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Программа должна учитывать новую схему пассажиропотоков. Это касается как больших городов, так и междугородних перевозок. Разработкой проекта занимается Московский научно-исследовательский институт автотранспорта, но экспертизу программы будет проводить Тихоокеанский государственный университет. Кроме того, в новую программу войдут и местные разработки в этой области. Сегодня мы вместе с Министерством транспорта проводим такие кросс-командные подходы со студентами всех учебных заведений Хабаровского края, практически всех, по разработке своей программы транспортной инфраструктуры, как видит молодёжь эту проблему в крае. Поэтому это тоже мне очень понравилось и в докладе, и на этом был сделан акцент. Помимо краевой программы планируется создать проекты обновления общественного транспорта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Речь идёт о закупке новых трамваев, троллейбусов и автобусов. Переговоры с госкорпорацией В по получению льготных кредитов уже начались. Антон Петрович, Телеканал Губерния.